Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике является напряженной. За последние сутки выявлено 144 новых случая новой коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске зафиксирован 81 случай. 8 случаев зарегистрировано в Сунтарском, в Нерингринском, прошу прощения, 7 в Сунтарском, 4 в Мирненском. По 3 случая зарегистрированы в Алайховском, Илюйском, Ленском, Намском, Усялданском и Венобытантайском. По 2 случая зарегистрированы на Валданском, Булумском, Верхневилюйском, Верхоянском, Жиганском, Среднеколымском, Татинском, Усьмайском, Хангаласском и Чуропчинском. По 1 случаю в Горном Кобейском, Мегеногангаласском, Омском, Олегминском и Тампонском. Уважаемые жители Республики, необходимо обратить внимание, что, как и прогнозировалось с окончанием непосредственно лета, с началом отпускного периода, количество заражений на территории распространения вируса, оно непосредственно начинает увеличиваться, захватывает все улусы. Я уже обращала внимание на то, что начинает заходить в отдаленные поселения. В связи с этим наиболее актуальным сегодня является и соблюдение ограничений, которые установлены указом главы Республики Саха-Якутия, Сен Сергеевичем Николаевым, связанным с ношением и соблюдением масочного режима, социальной дистанции и, безусловно, о работе в коллективах привитых, а значит, непосредственно работников, особенно по тем категориям, которые непосредственно определены в постановлении Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Наши лаборатории вместе с лабораториями Роспотребнадзора продолжают проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию. Необходимо обратить внимание, что за последние сутки сделано вновь порядка 4000 исследований, 3854 исследования. Это достаточно высокий показатель тестирования, он является одним из лучших по России, но это позволяет нам удерживать вовремя, выявлять вирус и, соответственно, не давать его распространения. На настоящий момент в Республику поступила еще дополнительная вакцина. На территории Республики сегодня есть вакцина «Спутник» и «Спутник Лайт». Первую вакцинацию у нас уже получило 319 219 человек. Начался период ревакцинации. Ревакцинировано уже 4204 человека. Я напоминаю, что под ревакцинацию попадали в первую очередь работники медицинских организаций. Со следующей недели начинаем ревакцинацию работников социальных учреждений. В целом массовая ревакцинация сегодня возможна на территории Республики, исходя из того объема вакцины, которая есть в наших медицинских учреждениях. Еще раз обращаю внимание, кто попадает под ревакцинацию. Это, прежде всего, граждане, которые переболели 6 месяцев назад и, соответственно, либо ставили вторую дозу вакцины «Спутник Лайт», также «Спутника» около или «Пивак Короны» либо иного другого вида вакцины полгода назад. То есть вот такой временной лак, он дается для того, чтобы непосредственно прийти и к процедуре ревакцинации. На территории Республики в большом количестве вакцина есть, поэтому она является доступной в любом населенном пункте Республики. Приглашаем наши поликлинические звенья на любом уровне. Сегодня 1 сентября. Безусловно, это день новых знаний, которые приводятся на территории Республики. Проводятся линейки в ряде муниципальных образований. Приняты решения, связанные с ограничительными мероприятиями по линейкам в отдельных классах, по раздельному нахождению детей и родителей. Просим к этому отнестись с пониманием. Здоровье является основным. И, соответственно, при проведении этих мероприятий и родителям, и учителям, и детям четко осознавать и понимать, что это делается только ради их здоровья.